Эй, телезрители! Вы уже проснулись, открыли глаза? Тогда скорее ищите тапочки под диваном и бегом на утренние процедуры. Ну а пока вы собираетесь на работу, мы будем звучать на фоне, так сказать, поднимать вам настроение. И рассказывать много интересного. В студии «Солнечные зайцы» Денис Кириллов и Елизавета Терещенко. Просыпайся, республика! Вставай! Денис, помнишь лето? Ну, не напоминай, я поверить не могу, что уже октябрь. Так вот, мы спорили с тобой, что вкуснее, малина твоя или клубника моя? Ну да. Так вот, я хотела тебе сказать, ты, пожалуйста, запомни этот день, потому что я хотела сказать, что ты прав. Малина вкуснее. Я прям отмечу этот день в календаре малиновым цветом. Кстати, а как так получилось? Это все мой повар Сережа, он сотворил малиновое чудо. Я хочу попробовать. Прости, Денис, но ни кусочка не осталось. Только рецепт. Да, очень вкусно. Спасибо. Если театр начинается с вешалки, то борщ начинается с зажарки. Вас приветствует рубрика «Будет вкусно» и наш супер-мега-повар, который же стучит здесь тарелками, гремит. Великолепно. Сергей. Доброе утро, уважаемые телезрители. Доброе утро, Елизавета. Доброе, доброе. Не виделись давно. Да, сегодня мы вас порадуем сладким десертом. Под названием? Под названием? Сладкий десерт. Сладкий десерт, да. Ну что ж, давайте рассказывайте ингредиенты скорее. Нам понадобится для основы, основа у нас будет бисквитная, понадобится яйца, мука, сахар, разрыхлитель для теста и ванилин. И ванилин, да. Это у нас тесто? Да, это у нас тесто. А какая будет начинка? Что будет сверху бисквита у нас? Сверху у нас будет суфле из йогурта и сливок. И будем мы ее заправлять в малиной свежей. Мне кажется, пора начинать. Да, пора начинать. Начнем мы с приготовления бисквитного теста. Взбиваются яйца у нас сколько времени? Взбиваем мы 2-4 минуты до 5 минут. То есть мы смотрим по яйцам, когда они увеличиваются в объеме и становятся до густой пены. Тогда мы перестаем взбивать, мы добавляем муку. Смотри, как взбиваются. Они реально увеличились? У нас закончился процесс взбивания яиц. Да, вот такая у нас густая масса получилась. Добавляем муку. Да, добавляем мы сюда. Сначала мы размешиваем нашу муку с разрыхлителем. Добавляем 200 грамм муки. 2 чайные ложечки разрыхлителя. Мы выкладываем наше тесто на лист. Сразу видно, что я пекарь. Пекарь года. Так. Итак, мы отправляем наше тесто в жарочный шкаф, разогретый до 180 градусов. На сколько? На 15 минут. На 15 минут. Но мы вернемся намного быстрее. Это мы просто для вас так 15 минут. Ну что ж, мы дождались, пока испечется наш бисквит. Дали ему остыть. И что? И сейчас мы будем его делать сочным. Да, мы сейчас его вырежем по диагонали нашей формы. Так, пока у нас это готова основа, мы взбиваем наш йогурт. Мы делаем основу для, так сказать, верхнего слоя, для начинки. Я говорил, мы взяли 450 грамм сливок, 450 грамм йогурта. Нет, 250 грамм сливок, наверное. 200 грамм сливок и 450 грамм йогурта. Так. Когда мы будем... И сюда мы добавляем пол чайной ложки ванильного сахара. В это время мы пока не включаем. Бисквит даже без крема вот такой. Мы разведем наш желатин. Нам вот на это количество йогурта со сливками нам понадобится полторы пачки желатина. То есть у нас пачки 15 грамм. 25-27 грамм будет достаточно. Давайте я порежу, легче будет. Так, мы подогрели наш желатин. Я его мешаю, чтобы он окончательно растворился. Сергей, что делаете вы? Да, я пока пропитаю наш бисквит нашим малиновым сиропом. Я вам скажу, Сергей, желатин изрядно пованивает. Я никогда не думала, что он такой пахнючий. Это ужас. Давайте я домешаю. Не, мне не сложно мешать, просто на расстоянии. На расстоянии? Да, посмотрите. Да, то есть у нас получилась густая, чтобы она не отставала от лопатки или от ложки. То есть... Как растаявшее мороженое. Получилась, да, консистенция густой сметаны. Воздушной, пористой. Сюда мы тоненькой-тоненькой струей вливаем и хорошо-хорошо перемешиваем. Желатин. Так, хорошо. Мы потом заливаем это все, добавляем малину нашу. Да, мы сюда добавляем малину нашу. Свежую. Потом заливаем это в форму. На меня брызгает крем. Потом заливаем это все в форму. И куда? В холодильник получается? Да, на полтора-два часа. И мы отправляем наше... Вот что у нас получилось. Наше суфле отправляем в холодильник на полтора-два часа, чтобы он застыл. Боже, это нам тут с вами два часа снять ждать. У нас еще остался бисквит, мы что-нибудь из него приготовим, попьем чаю. А, да, точно. Отправляем в холодильник. Вот такое у нас получилось суфле. Оно застылось, то есть тверденькое. Можно потрогать? Можно потрогать. Обалдеть! Мы раскрываем нашу формочку. Выдающийся десерт. Ну что ж, приятного аппетита вам, друзья. Хорошего, сладкого, малинового дня. И малинового настроения. Ух, малинки, малинки. Такие утренние съедобные заминки. Заминки. Хочу пожелать вам приятного аппетита, уважаемые друзья. Не бойтесь экспериментировать, пробуйте. У вас все получится, если будете готовить с душой и с хорошим настроением. Спасибо, Серега. Всего доброго. О, друзья, наверняка кто-то из вас помнит, как мы с Денисом раскрывали вам тайны чудо-растений с потрясающими названиями. Абетилон гибридный. Агапанту зонтичный. Аморфофалюс. Ампилопсис. Астрофиту. И это только некоторые названия из них на букву А. Как же мы любим цветы. И кроме нас наслаждается видом комнатных красавцев наша Таня. И прямо сейчас ловите сюжет. Комнатные растения чудесно смотрятся в интерьере квартир и домов. Они положительно влияют на самочувствие и просто радуют глаз. Но порой хочется выбрать чего-то оригинального, интересного и редкого, чем можно было бы уделить гостей. Сегодня поговорим об экзотических растениях, которые можно выращивать в комнатных условиях. Ананас, мандарин, кокос и лимон. В нашем случае это комнатные растения, а не фрукты. Экзотические растения сегодня в тренде. Практически каждая желает, чтобы в доме красовались цветы самого разного происхождения. К примеру, мирт. Или, как по-другому говорят, бальзам. Это вечно зеленое дерево, у которого есть важное свойство. В листьях содержится эфирное масло, что позволяет на 80% обеззараживать и очищать воздух в доме. Очень красиво цветет беленькими цветочками. Запах, аромат на всю квартиру. В древности мирт вплетали в веночек невесты для благополучия семейной жизни. Мирт, можно его стричь, можно из него делать всякие фигурки из его кроны. Карликовое дерево – гордость Японии. Еще в начале 14-го столетия им восхищались самураи и даже считали его произведением искусства. Миниатюрное дерево сегодня пользуется немалой популярностью не только у домохозяек. Бонсайчик в основном растет, но растет очень медленно. Поэтому он подходит как декор для кабинета, либо какую-то комнатку поставить на журнальный столик. Уход такой же, как за миртом. Также влажная должна быть почва и любит, чтобы его опрыскивали. Влажность воздуха должна быть. Еще одним требовательным цветком считается орхидея. Его история насчитывает более 130 миллионов лет. Конфуций в своих трудах упоминал о том, что орхидея – это лекарственное растение. Использовали ее в то время для заживления ран. Сейчас этот экзотический цветок больше всего предназначен для красоты, но и он требует тщательного ухода. Орхидею, когда покупают или вам дарят, то есть кору вы не меняете даже в течение года, даже если она отцвела. Она так может продолжать и стоять в этом горшочке. Отцвела орхидейка. Если высыхает сам цветонос, значит вы его обрезаете. Если не высыхает, вы его оставляете. И ждете, там опять же, какой-то период покоя, бывает два месяца, бывает три месяца. Можете подкармливать, есть подкормочка для орхидеек. Сегодня можно приобрести комплексные удобрения для орхидей и не только, в которых специально подобраны витамины и микроэлементы для благоприятного цветения в течение всего года. Еще одна из важных задач – это полив, который требует знания некоторых правил. Орхидея – цветок капризный. Предварительно водичку необходимо нагреть до 30 градусов по Цельсию. Это чуть теплее, чем комнатная температура. В таком положении цветок стоит чуть больше 15 минут, после чего обратно переставляем в кашпо. Таким образом, цветок вам будет точно благодарен. Экзотические комнатные растения не только преображают интерьер, но и приносят пользу, обогащают воздух кислородом и улучшают экологическую обстановку в доме. Денис, а давай пойдем на рыбалку? Нет, Лиза, вот с тобой я рыбу точно не пойду ловить. Почему? Потому что ведь рыбалка – это прям духовный отдых. Тишина, удочки закинуты, никто не мешает, и тут я вижу рядом тебя. Денис, а когда мы что-то поймаем, а как выглядит карась, а на что ты ловишь, а мотыль съедобен, а рыба ночью правда не спит? Вот и я и не пойду с тобой на рыбалку, Денис, сама пойду. Или, например, с Яной Агаевой. Ой, она тоже знатный рыбак, да? Да, вот сейчас увидишь, будешь у меня еще уловом просить поделиться. Идите, только червей накопайте, и знай, что рыбу проще покупать на рынке. Вот с червями тут немножко проблемы. Осенняя рыбалка – это настоящее раздулье для любителей ловли. Она считается одной из самых удачных. Обычно в это время поймать хищную крупную рыбу не составляет труда. После жаркого лета, как только опускается температура, рыба начинает готовиться к зиме и нуждается в обильном питании. Но в этом году рыбалка не радует рыбаков большим уловом. Клев упал из-за того, что упала вода, и не сильно так клюет, мы идем отдыхать. Поехали мы на излюбленное рыбаками место лучшего клева – трунчук. Чтобы рыбалка была удачной, в первую очередь нужно учитывать погодные условия. Вообще рыба очень хорошо ловится при низком давлении. А осенью, в основном, все рыбыки ездят на карпа. И он начинает брать довольно активно, когда ночью температура опускается плюс 10 и ниже. То есть есть очень большой шанс поймать карпа. Немаловажную роль играет и выбор места для ловли. Хотите поймать сама – выбирайте место с неровным дном. А там, где есть коряги, есть возможность поймать карпа. Если брать речку, рыба ловится очень хорошо на выходе из ям и на входе в яму. И также рыба любит бровки. Бровка – это идет ступенька. То есть, допустим, когда есть резкий перепад, даже сантиметров 20, то рыба будет в этой местности крутиться. Ловли на перекате – это универсальный вариант. Рядом и глубина, и мель, а значит, есть возможность поймать и мелкую, крупную рыбу разных видов. Каждый уважающий себя рыбак сам должен уметь готовить приманку. Но бывают и такие, которые в домашних условиях не сделаешь. Разнообразие наживок достаточно велико. Рыбаки используют даже кукурузу с запахом меда или ванили. В некоторых приманках производитель даже скрывает состав и не раскрывает секрет фирмы. На макух, как его называют в народе, ловится карп лечтол столов амур. Один из излюбленных способов ловли у рыбаков – это фидер – современная донная снасть. Принцип почти одинаков. В кормушку добавляем приманку, крепим противозакручиватель. И на крючок насаживаем кукурузу и опарыш. От такого ужина рыба точно не откажется. А вот рыбаки с многолетним стажем предпочитают донку в классическом ее виде. Я его так взял, чтобы крючок не запутался в краешек макухи. Когда он порастает, крючок отсюда уйдет и будет плавать. Рыба подходит, карп, и сосет макуху. Крючок ему мешает. Он ее проглатывает и выкидывает через жабры. Мы были позапрошлые. Поймали вот здесь килограмм шесть вдвоем за три дня. Это наш первый такой улов. Конечно же, он совсем маленький, поэтому по традиции мы снимаем с крючка маленькую рыбку и отпускаем на волю. У рыбаков есть такая примета. Если ловится один пычок, то можно сворачивать уточки и не надеяться на что-то большее. Но мы решили не сдаваться и попробовать поймать хищника. Карп, амур, жерех, щука отлично ловятся осенью. Но рыбалка на хищника несколько отличается от традиционной, особенно забросом удочки. Не каждому с первого раза удается научиться ловко и быстро забрасывать спиннинг. В качестве наживки мы решили использовать воблеры. Интересно, что цвет воблеров влияет и на клев. Золотистые подходят в пасмурную погоду. Голубые оттенки подходят для ловли хищника. Воблеры ярко-кислотных оттенков отлично подойдут для ловли в малопрозрачной воде. Мы поймали жереха. Правда, это мелкий жерех. Таких мы отпускаем. Рыбаки надеются, что в октябре клев будет намного лучше. Так что если вы еще не успели съездить на хорошую рыбалку, у вас еще будет такая возможность. Согласитесь, уважаемые телезрители, каждый уважающий себя рыбак должен не просто любить ловить рыбу, должен еще знать состояние наших водоемов. Кто водится там. И кто водится в этих водоемах. Куда идти? За какой рыбой вообще ходить? Да, в этом есть смысл какой-то. Поэтому мы пригласили сегодня знающего гостя. У нас в гостях заместитель начальника отдела водных и рыбных ресурсов Сергей Васильевич Чур. Доброе вам утро. Доброе утро, Сергей Васильевич. И первый вопрос. Каково состояние нашего Днестра и других водоемов? В Приднестровской Молдавской Республике зарегистрировано свыше 200 поверхностных водных объектов. Наибольшее значение в сфере рыболовства имеют непосредственно река Днестр, протока Турничок, Учурганское и Дубасарское дохранилища. В настоящее время постоянно или временно влияют антропогенные факторы негативно на состояние, в частности, этих водоемов, на их воспроизводственную систему, а также непосредственно на промысловое значение ряда видов рыб. Основными из данных негативных факторов можно назвать следующее. Это первое строительство Дубасарской ГЭС. В результате у нас что произошло? В результате отсутствия на данном водохранилище рыбопропускных сооружений, все проходные виды рыб и часть полупроходных потеряли свои прежние нерестилища. Второе... Это, например, кто? Значит, ну осетровые прежде всего, значит, и так далее, да. Не жима, остановимся на них. Второе, это противопаводка домбирования Днестра и его притоков. То есть, в результате получается у нас что? Что пойма во время весеннего паводка в период нереста не заливается водой. Соответственно, это приводит к снижению, естественно, воспроизводства многих фитофильных рыб. То есть, тех видов рыб, которые, скажем так, откладывают икру на растительность. Вот. Следующий, как бы такой коварный шаг, это строительство новоднестровской ГЭС, ну, Украина. В результате эксплуатации которой у нас изменился температурный режим, в частности, по среднему Днестру. А как следствие у нас получается, что сбились природные циклы нереста рыб. То есть, в настоящее время... Значительное прям повышение температуры? Да, тут происходит, тут даже больше не то, что повышение, тут наоборот, понижение. Да, происходит, вот, просто в качестве примера приведу. У нас сейчас получается, что Днестр условно разделен, четко разделен на три части. Если раньше еще условно было, сейчас четко. То есть, получается, плотина дубосарской ГЭС делит его на средний и нижний, соответственно, то, что выше средний. И плотина новоднестровской ГЭС делит его уже, соответственно, на средний и непосредственно верхний участок. Вот. Так что же происходит? Все мы уже, как бы, оговаривали этот вопрос, что сами, ну, основными факторами в период нереста рыб, являются у нас что? Температурной уровенной режим. То есть, в среднем Днестре весной наступают температуры воды, благоприятные для начала нереста. Рыба приступает к нересту. В это время проводится сброс холодной воды. Обычно это делается нижний сброс. Исходя из того, что плотина свыше 100 метров, соответственно, температурный диапазон довольно-таки разнится. Даже на несколько градусов это уже хватает. Но вовсе нет никакой. Получается, да. То есть, они сбрасывают эту воду холодную. И, в частности, что происходит? Либо у рыбы сдвигаются сроки нереста, хотя уже должны были пройти, либо в самом худшем случае уже отложенная икра, поступает на нее холодная вода, и непосредственно она отмирает. То есть, снижение рыбных запасов прямо вот на глазах происходит. Либо второй немаловажный фактор, кроме температурного, это еще и уровень режима. То есть, соответственно, в период нереста необходимо поддержание стабильного уровенного режима. То есть, все, его подали, он должен держаться. Если вот эти перепады идут, как выше я уже отметил, то есть, не заливается пойма. То есть, не заливаются вот эти луговые площади, куда обычно заходила раньше рыба, и там не рестилась. Соответственно, снижение происходит, воспроизводство у фитофильных вот таких видов. А обмеление днестра, как ты сказала, на его обитателях? Ну, вот это, в частности, тоже и приводит к тому. Почему? Потому что сам сток, как бы получается, в весенний период вот это вот снижение уровня ведет именно к неполному воспроизводственному процессу. Что такое неполный воспроизводственный процесс? Это, соответственно, снижение, как следствие, рыбных запасов всей республики. Кто же остался у нас в водоемах? Какие виды, какие обитатели? Ну, значит, в водоемах нашей республики зафиксировано свыше 90 видов рыб, из которых наиболее распространенными или чаще встречаемыми в уловах являются карп, карась, лещ, подуст, толстолобики белый пестрый, белый амур, галавль, щука, судак, ну и ряд других. С учетом вышеназванных негативных факторов, соответственно, можно отметить, что часть рыб получила свое распространение, но другие как бы находятся в угнетенном таком вот состоянии. Ну, это прежде всего, как я уже отметил, осетровые. Из них пять видов рыбки внесены в Красную книгу – это стерлиц, белуга, севрюга, осетр русский и шип. Ну, из других вот таких наиболее так вот встречаемых, ну, в лексиконе – это ясь, вырезуб, шимая, евдошка, которая вот у нас редко довольно-таки сейчас обитает, чопи, ну и ряд других. По прогнозам состояние будет ухудшаться, либо все-таки будут приниматься какие-то меры, чтобы, ну, вернуть все на круги свои? Ну, Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ежегодно осуществляется комплекс мероприятий, направленных на увеличение, сохранение и поддержание рыбных запасов рыбохозяйственных водоемов. И если мы уже коснемся конкретно этих мероприятий, то основным мероприятием является зарыбление. В октябре оно будет, да, еще скоро ожидается? Ну, да, в этом году, как бы, еще в октябре, октябрь, может, начало ноября, в зависимости от температурных, как бы, условий. То есть порядок сам зарыбления, он регламентирован действующими правилами рыболовства, в соответствии с которыми зарыбление рыбохозяйственных водоемов республики разрешается только с исключительно по согласованию с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов. Таким образом, зарыбление данных водоемов самостоятельно запрещено. Ну, хочу сразу же оговориться, что данное положение, оно не распространяется на водоемы, которые были переданы для рыборазведения, рыбоводства, ну, типа рыбхозов и так далее. Они уже свою деятельность осуществляют, как бы, сами. Вам спасибо, что вы сегодня посетили нашу студию, и можете пожелать что-нибудь нашим телезрителям на сегодняшний день. Ну, в сфере событий уже хотелось бы просто пожелать всем рыболовам-любителям, да и просто любителям природы побольше, побольше прекрасных дней проведения на самих водоемах, хорошего лова, ну, всего-всем хорошего. И вам всего хорошего. Всего хорошего, всего доброго, спасибо вам большое за вашу работу, за ваш труд. Мы вам дарим подарок от наших друзей и компании. Ти-Ан-де. Да, спасибо огромное, что посетили нас сегодня за информацию. И приходите еще и с более такими веселыми, позитивными новостями. Новостями, да. Спасибо. Надо решать вопросы. Воспользуйтесь эколинией от компании Ти-Ан-де. Турмалиновые экосферы сделают процесс стирки эффективным, экономичным и, главное, экологически чистым. Моющие средства экосфера не содержит одушек, легко смывается водой, не сушит кожу рук. Натуральные компоненты обеспечат чистоту и безопасность. Ждем вас по адресу. Город Террасполь, бизнес-центр «Победа», первый этаж. Телефоны для справок. Три семерки 16 842. 779 74 733. Террасполь, бизнес-центр «Победа» В Мадриде на площади 22 тысяч квадратных метров более чем 90 тематических павильонов проходит международная ярмарка «Видеоигр». Ярмарка готовится повторить прошлогодний успех, когда ее посетили более 55 тысяч человек. Геймерам со всего света демонстрируют технологические новинки, перспективные разработки и знакомясь с десятками свежих видеоигр для различных платформ. Нововведением этого года стал особый акцент, который организаторы выставки сделали на киберспорте. Под виртуальное единоборство выделена отдельная зона, в которой проходят соревнования в нескольких игровых дисциплинах с ценными призами для победителей. Жители пяти домов на центральной улице городка Сент-Олбанс недалеко от Лондона были эвакуированы из-за возникшего посреди ночи провала грунта. Специалисты отмечают причину – последствия проливных дождей, что в Англии проходит не впервые. Крупнейший американский интернет-ретейлер Amazon отказался продавать телевизионные приставки от Google и Apple. Официальная причина в том, что они не поддерживают сервис Prime Video, который принадлежит Amazon. Реальное, по мнению экспертов, вызвано стремлением Amazon продвигать собственный продукт Fire TV, конкурирующий с медиаприставками Apple и Google. Шведские компании все чаще переходят на шестичасовой рабочий день. Руководители предприятий, уже сокративших на два часа его продолжительность, с сохранением прежнего уровня зарплаты утверждают, что такой шаг позволил повысить производительность труда, а также сделал сотрудников счастливее. Теперь у них появилось гораздо больше времени для себя, семьи и занятия спортом. Правда, взамен сотрудников просят воздержаться в рабочее время от активности в социальных сетях и другой отвлекающей деятельности. Сейчас в эфире начнется очень хорошая рубрика. Это наш уважаемый гороскоп. Мы его любим посмотреть и провести день, так сказать, прислушиваясь к звездам. Но не забывайте, друзья, что звезды далеко, а к самому себе прислушиваться намного надежнее. И еще мы вам советуем почаще слушать любимую музыку. Да, хорошего вам дня. Овен. Придется постараться, чтобы добиться успеха в этот непростой день. Не рассчитывайте на легкие победы и начинайте действовать как можно раньше, чтобы не упустить благоприятный момент. Плодотворно пройдут деловые переговоры. Телец. День пройдет очень спокойно. Это время анализа произошедших недавно событий, восстановления моральных и физических сил. Желательно отложить все сложные и утомительные дела. Близнецы. Сегодня вам, несмотря ни на что, удастся осуществить все те мечты, которые вы лелеяли на протяжении последних дней. Не исключено, что именно сегодня вы сможете наилучшим образом решить проблемы личного характера во взаимоотношениях с противоположным полом. Рак. Несмотря на трудности, успеха добиться можно, но для этого потребуется осторожность, бдительность, внимание к деталям. Не стоит действовать поспешно. Хорошо обдумывайте каждый шаг. Лев. Возможно получение приятных известий или полезной информации. Не исключены и знакомства, одно из которых может иметь романтическое предложение. Благоприятный день для покупок. Дева. Легкий и приятный день. Вы отлично справляетесь со своей работой и находите общий язык с коллегами и руководством. Некоторые представители знака смогут подняться по служебной лестнице или заключить сделки, которые вскоре принесут прибыль. Весы. Подходящий день для общения со старыми знакомыми. Восстановление деловых отношений. Не исключены и встречи с людьми, к которым вы когда-то были очень привязаны. Старые чувства вспыхнут вновь, если вы дадите им волю. Скорпион. Желательно избегать незапланированных расходов, спонтанных покупок. Небрежное отношение к деньгам может обернуться большими неприятностями. День не подходит для посещения многолюдных собраний. Вечер проведите дома в кругу семьи. Стрелец. Благоприятный день для отдыха, раздумий, анализа прошедших событий, а также увеселительных мероприятий. Попробуйте сегодня больше времени провести на свежем воздухе и желательно вне пределов города. Козирог. Новые идеи и предложения с вашей стороны не останутся без внимания и в итоге принесут вам пользу. Великодушие и щедрость, проявленные сегодня, привлекут на вашу сторону новых союзников. Водолей. День сложится неплохо, если вы будете готовы к неожиданностям. Возможно, вам придется на ходу менять планы, искать новые методы достижения целей. Вечер стоит провести с самыми близкими людьми. Звезды гороскопа обещают, что если рыбы сегодня удержат свои эмоции под контролем, день обещает быть для них интересным, насыщенным и ярким. Хороший день для совершения покупок. На днях все проснулись в августе. Потом проснулись в декабре, обули сапоги и пошли навстречу пронизывающему ветру. А потом наступил опять август, а в сапогах летом очень и очень жарко. Ну погода прям в ударе. Что вообще происходит? Кто-то может объяснить? На все вопросы ответит наш метеогид. Давай, метеогид, отвечай. Прошедшие выходные, да и первый день нынешней недели выдались не по-октябрьски теплыми. Но такое приятное положение дел, к сожалению, изменится. И, как вы можете догадаться, не в лучшую сторону. Что, в принципе, весьма ожидаемо. Сегодня столбики термометров покажут нам 21-23 градуса. Вроде бы не так уж плохо, если бы не спутники. В виде переменной облачности, кратковременных осадков и порывов ветра силой 7-10 метров в секунду. Ветер, к слову, будет менять свое направление в течение дня. Утром южный, днем западный. В среду уже и температура воздуха сдаст свои позиции. Ночью 7-10, днем 13-16 градусов выше нуля. Та же переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Ветер уже северный, со скоростью 7-10 метров в секунду. А иногда разгоняться будет до совсем недружелюбных 12-15 метров в секунду. Причина такой метеокартины – область пониженного давления. Мы с вами в зоне холодного фронта, и затока холодного воздуха нам не избежать. Так что к концу недели еще прохладнее. В четверг ночью всего 2-5 градусов, а под утро и вовсе заморозки. Днем воздух прогреется до 12-15 градусов. При юго-восточном ветре 5-8 метров в секунду. Денис, ты сегодня несколько хмур. Ну погода вроде бы хорошая, сегодня вторник, не понедельник. А что случилось? Наушники сломались. А для меня поход по улице под лично мною подобранный саундтрек – это традиция, а вот тут такое горе. Ой, нашел из-за чего расстраиваться. Включил бы в динамике музыку и все. Знаешь, мне кажется, не совсем культурно навязывать свою музыку окружающим. Тем и хороши наушники. Музыка играет только для тебя. Твоя правда. Кстати, Арсений как будто бы знал, что ты сломаешь наушники. И Арсений купил мне новое? Нет, просто сделал сюжет. Смотри и слушай. Спасибо, Арсений. О походах наших, о боях с врагами, Долго будут люди песни распевать, И вкругу с друзьями чат. Привет, а ты что делаешь? Тихо-тихо, тут играет песня Клавдия Ивановна Шульженко. Ну красиво поет. Ну ты даешь, давно ведь придумали плеер с наушниками, чтобы самому слушать музыку. Ну а сейчас мы будем разбираться, как выбрать такие наушники, чтобы получить максимум удовольствия от любимых песен. Сейчас сложно представить город без людей в наушниках. Мы слушаем музыку, чтобы расслабиться, взбодриться, отвлечься или наоборот о чем-нибудь задуматься. Но еще недавно маленькие вкладыши существовали только на страницах книг писателей-фантастов и военной промышленности. С 80-х годов компания Sony производством портативных плееров открыла новую эру музыкальной индустрии. С этого времени гулять или заниматься спортом под любимую музыку мог любой желающий. В настоящее время ассортимент наушников настолько широк, что разобраться в нем подчас непросто. Для того, чтобы выбрать наушники из всего многообразия представленного ассортимента, нужно в первую очередь определиться, какие наушники подходят конкретно для вас. Первое, о чем отличаются наушники, это интерфейс подключения. Наушники для стационарного компьютера имеют разъем диаметром 3,5 мм. Если есть микрофон, то присутствует дополнительный провод. Обычно производители окрашивают его в другой цвет, а в ноутбуках современных моделей используется всего один разъем. Следующее подключение, которое используется в наушниках, называется USB. Если у вас по какой-то причине вышла из строя звуковая карта, или все разъемы звуковой карты заняты, можно использовать разъем USB. Выглядит он вот так. Такие наушники используют внешнюю звуковую карту, которая встроена в самих наушниках. Еще более важное деление по форме наушников. Самое распространенное с дуговым креплением. Часто их называют мониторными, потому как многие используют такие модели для разговоров по скайпу. При этом они отлично могут подойти для прослушивания музыки с плееров и телефонов. Однако есть и минусы. В зимнее время года носить с головными уборами их будет не очень удобно. Наушники-вкладыши. В принципе, это, наверное, один из самых распространенных, самых первых вариантов дизайна портативных наушников. Для чего они лучше всего подойдут? Просто для прослушивания музыки. Самый главный плюс в них, что ушная раковина не устает. То есть они не создают какого-то определенного давления. Из минусов они не так четко передают звук за счет того, что они плохо прижаты к ушной раковине. Еще минус этих наушников. При активном движении они могут выпадать. Для тех, кто любит активно проводить свой досуг, подойдут внутриканальные наушники. Обычно их называют вакуумными. За счет силиконовых насадок в ухе они держатся плотно и обеспечивают хороший звук и отличную звукоизоляцию. С ними вы сможете слушать музыку даже в маршрутном такси или троллейбусе. Однако у них есть ряд существенных минусов. Один из которых в том, что на улице вы сможете не услышать приближающийся автомобиль. С такими наушниками резко возрастает нагрузка на слуховой аппарат. И если слушать их на большой громкости, можно быстро посадить слух. Второй минус в этих наушниках. Если долго пользоваться такими наушниками, они могут создавать определенный дискомфорт, так как ухо совершенно не дышит. Какую модель выбрать – решать вам. Но лучше не брать наушники низшего ценового диапазона. Такие экземпляры чаще всего служат недолго. А на качестве звука и на своем здоровье лучше не экономить. Денис! Не надо тут вот так. На самом деле, друзья, мы с Денисом подняли интересную тему, что постоянно находимся в наушниках, слушаем музыку громко-громко. И есть ли возможность потерять слух у нас? И на все наши вопросы нам ответит наш сегодняшний гость, сурдолог от таларинголог Республиканской клинической больницы Наталья Петровна Золотарева. Доброе вам утро. Доброе утро. Не только мы слушаем музыку, музыку слушаем буквально каждый второй, третий. И насколько мы находимся в группе риска? Да, вы на самом деле в группе риска. Человек, который постоянно, ежедневно использует наушники, даже независимо от громкости, подвергает свой слуховой аппарат негативному воздействию и впоследствии к возникновению и развитию дальнейшего снижения слуха. И люди, которые пользуются наушниками постоянно, у них возрастные изменения начинаются не в 40-50 лет, а уже начиная с 30. То есть 30 лет я уже могу, а? То есть вы уже в риске. Вы уже в риске. Даже может быть, что у вас уже имеется снижение слуха. Просто слух, он имеет определенные ступени развития. И самые начальные изменения даже для самого пациента, больного или человека, они незаметны. И только, допустим, я как специалист на своем тонком исследовании могу зарегистрировать начальные изменения. И вас предупредить о том, что они уже начались, и вы уже должны предпринять меры для профилактики и, может быть, даже лечения. Смотря какие изменения я выявляю. То есть, в принципе, полезно проходить профилактику к вам? Ну, так как вы находитесь в зоне риска, а в зоне риска находятся люди, которые в связи с профессией связаны с использованием наушников, со звуковой нагрузкой, люди, работающие во вредных условиях, допустим, работники тяжелой промышленности, ткацких производств, музыканты, там участники, диджеи, кстати, музыканты различных оркестров, работники ночных клубов, все они находятся в зоне риска. А к вам, вот, например, у нас музыканты обращались? Да, да. Вот, кстати, музыканты оркестра нашего Министерства госбезопасности. У многих я регистрировала изменения, нарушения. У меня слух, особенно барабанщики. Я всегда мечтал с барабанщиком. А если от музыки, ну, никак не отказаться, бывает так, что, ну, она тебя действительно будет, поднимает тебе настроение, ты испытываешь, да, действительно, ну, прям, ну, жду. Настраиваешься на нужный лад. Есть какие-то правила использования? То есть, может быть, это определенная какая-то громкость, может быть, это определенного вида наушники. Да, 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 даже есть накладные наушники, а есть вот затычки, как бы. Ну, вообще, наушники... Может быть, даже музыка, одно дело дабстеп, другое дело шопен, то есть, да, по-разному. Длительное прослушивание звуков и шумов свыше 80 дБ однозначно приводит к снижению слуха. Однозначно, независимо, в каких наушниках вы будете прослушивать музыку. Даже если вы слушаете на оптимальной для себя громкости, это качественная музыка, рекомендуемая доза не более часа в сутки. Даже в качественных наушниках есть закрытые наушники, открытые так называемые затычки. Если выбирать из этих двух типов, то меньше изол – это закрытые. Но у них есть минус. В них очень качественная музыка, передаются все тоны, частоты и так далее. Профессионалы это высоко оценят, тем более это используют именно звукорежиссеры в своей работе, там, звукозаписывающие компании. Но если вы ими пользуетесь на улице, какой минус? Слуховая система – это сторожевая система, многие об этом забывают. И звук нас часто предупреждает об опасности. Мы ее часто сначала слышим, а потом видим. Поэтому мы, закрывая себя от внешнего пространства, подвергаем себя и окружающих, ну, участников, допустим, дорожного движения опасности. Вы можете переходить дорогу и не услышать приближения транспорта. То есть человек, который находится в наушниках закрытых, он находится как бы в двух пространствах. Его тело находится в реальном мире, а мозг, слуховая система виртуальна. И эти системы не пересекаются. Наталья Петровна, еще очень интересно. Вот сейчас мы можем, вы можете нам дать какое-то определение каких-то признаков первых, по которым мы, люди, можем по себе узнать, что уже какие-то начинаются проблемы, и бежать нужно к врачу. Значит, во-первых, я бы рекомендовала оптимально настраивать громкость в ваших наушниках, если вы уже ими пользуетесь. Делать обязательно хотя бы паузы между прослушиваниями музыки. То есть если вы час послушали, хотя бы час, надо опять сделать перерыв. Далее. Если громкость в ваших наушниках не позволяет вам слышать ваш собственный голос, или вы не слышите голос окружающих, либо наоборот окружающие стоят рядом с вами и слышат текст песни, который идет в ваших наушниках, значит, в ваших наушниках эта громкость избыточная. Она непременно повреждает ваш слуховой анализатор. Нельзя повышать громкость в наушниках для того, чтобы заглушить внешние шумы. Допустим, вы едете в общественном транспорте, вы хотите себя изолировать от внешних звуков и увеличиваете громкость. Вы тебе этим вредите. А какие признаки, симптомы? Может, болит голова? Симптомы появления шума в голове, в ушах. Вы начинаете переспрашивать. И при малейшем подозрении, конечно, надо обратиться либо к лор-врачу, либо к сурдологу. То есть, если вы почувствовали какую-то заложенность в ушах, дискомфорт, вы чувствуете, что, может быть, вы недослушиваете. Не надо этого бояться, стесняться, заниматься самолечением дома, промывать две недели уши самостоятельно дома или пользоваться вот этими свечами. Надо обязательно обратиться к специалисту. Мы уже верифицируем диагноз, направляем человека по правильному пути, по диагностике, по лечению. И мы можем действительно оказать помощь. Дорогие телезрители, мы все находимся, наверное, в группе риска, потому что сейчас наушники – это такое обычное явление. И давайте мы не будем пренебрегать своим здоровьем. Как никогда подойдет фраза «Прислушайтесь к Наталье Петровне». Она действительно полезные вещи говорит. Спасибо. Спасибо большое, что вы нас сегодня посетили. И можете пожелать что-нибудь нашим телезрителям на сегодняшний день? Значит, просьба соблюдать слуховую гигиену, то есть не злоупотреблять прослушивание музыки на высоких децибелах, чтобы в 40 лет не поменять наушники на слуховой аппарат. Да. И лучше слушать музыку на расстоянии, в естественном состоянии, потому что от нее действительно отказываться нельзя. Она повышает настроение. Спасибо за такие слова. Действительно очень печально поменять наушники на слуховой аппарат. Не хотелось бы. Мы вам дарим подарок от наших друзей компании «Тианде». Желаю вам хорошего доброго дня. Спасибо за продуктивную беседу и отличного вам настроения. Вам спасибо за приглашение. Компания «Тианде» предлагает эксклюзивную серию средств по уходу за волосами. Инновационный комплекс «Биорехаб» помогает восстановить ослабленные и поврежденные волосы, предотвращает выпадения и стимулирует рост новых волос. Комплекс «Биорехаб» от «Тианде» – активатор жизненной силы и роста ваших волос. Телефоны для справок. Три семерки 16 842. 779 74 733. Ждем вас по адресу. Город Террасполь. Бизнес-центр «Победа». Первый этаж. Появится ли приложение, которое переведет нам, что же говорят кошки и собаки? Запретит ли ноутбук писать что-то лишнее, несвоевременное в сообщении своему близкому человеку? Где-то примерно в час ночи. Да. Сколько будет клавиш на клавиатурах в будущем? И сможем ли мы приносить с собой сувениры из наших снов? Если вы хотите быть в курсе всех событий из мира хай-тека, смотрите нашу рубрику «Техношествие». Всем привет! Меня зовут Александр Зиненко. Мы начинаем «Техношествие» – единственную рубрику, которая входит в неофициальную программу подготовки космонавтов. Замечали ли вы, что равномерный шум вентилятора или гул холодильника позволяют нам быстрее уснуть? Не знаю, связано ли это как-то с плеском моря или шелестом листьев, под звуки которых засыпали наши предки, но знаю, что это стало поводом для снуз. Снуз – это миниатюрное устройство, которое всего в одно касание начинает издавать гладкий фоновый шум, заглушающий окружающую суету. Достаточно установить его рядом с кроватью и включить. Уровень шума вентилятора можно при желании увеличивать и уменьшать. Более того, предусмотрен режим, при котором снуз не помешает сну младенца, спящему по соседству. Миниатюрный вентилятор не создает холодного ветра и работает от сети. Ко всему прочему, им можно управлять посредством мобильного приложения, которое позволяет устанавливать время, через которое устройство автоматически выключается, а также выключать прибор на расстоянии, если вы в спешке забыли это сделать. Снуз потребляет на 98% меньше электроэнергии, чем обычный вентилятор. Стоит новинка на краудфандинге 60 условных единиц. Если слово «мышь» у вас не вызывает никаких позитивных ассоциаций, вроде «милого», «микки Мауса», но убивать животное вы все-таки не хотите, то позвольте предложить вам мышеловку «Респи Трэп». Энтузиаст Алан Мо изготовил вполне гуманную и довольно комфортабельную мышеловку «Респи Трэп». После того, как нежелательный квартирант забегает в ловушку, он задевает инфракрасный луч, который по команде заставляет входную створку опускаться и преграждает путь к бегству. Затем мышеловка делает снимок нарушителя и отправляет через Wi-Fi соединение на электронную почту владельца. «Респи Трэп» разделена на два отсека. В одном находится вся электронная начинка, во втором — готовящийся к выселению мышонок. По бокам мышеловки установлены трехмиллиметровые прозрачные акриловые пластины. На данный момент ни о какой цене не идет речи. Полученный результат — это скорее маленькая шалость изобретателя. Порой трудно разобрать, что бесконечная человеческая глупость или все же изобретательность. А может быть это одно и то же? Один из пользователей сервиса YouTube загрузил в интернет видео, где он в компании 54 пропеллеров пытается подняться в воздух, при этом будучи в самом центре конструкции — под куполом. Своё детище смельчак назвал стаей — Swarm. Оно способно удержать в воздухе до 148 килограммов, включая оборудование, но взмыть к облакам пока еще не может. Заряда батареи хватает на 10 минут полета. Ранее испытатель уже размещал видео своего летательного аппарата в сеть, но тогда он управлял им дистанционно. Сейчас же все манипуляции производятся напрямую из кабины. Таким вы увидели техношествия сегодня. Не бойтесь каждый день пробовать что-то новое. А наш коллега Дмитрий Доброхотов продолжает вести свою так называемую колонку под названием «Мужской клуб». У тебя возле дома в частном секторе колонка, где ты воду набираешь, а здесь целая рубрика, которая на самом деле очень познавательна. Именно в ней Денис узнал, что на пиджаке не обязательно застегивать все пуговицы. Это я знал еще давно, но рубрика действительно очень интересная. И сегодня Дима расскажет, как выбрать мужской браслет. Я, кстати, ни разу у тебя не видела браслета. Наверное, потому что у меня их нет. Ну, может быть, появится после сюжета. Такой, знаешь, толщиной три пальца. Кошелек — это не только место для хранения денег, но еще и своеобразная визитная карточка, которая многое может поведать про вас окружающим. Подобный аксессуар отлично подчеркивает статус и стиль каждого мужчины. Как правило, все мужские кошельки и портмоне отличаются своей надежностью и удобством в использовании. Удобство мужских кошельков заключается прежде всего в наличии большого количества всевозможных потайных карманов и отделений для монет, купюр, визиток и карт. В первую очередь, чтобы подарить мужчине, подобрать кошелек, нам нужно определиться с его размером. Есть кошельки абсолютно разных размеров. Самые маленькие зажимчики, они рассчитаны только на купюры. Редко бывает и монетницы. Следующий размер у нас идет вот такой, средний. Там уже несколько отделов идут и валютный отдел. Есть под флеш карты, карманы. Несколько отделов под купюры и монетница, естественно. Если вы привыкли носить в кошельке много всего, что вам может пригодиться, то вам подойдет большой кошелек, который лучше всего носить не в кармане, а в сумке. Есть кошельки более объемные, они большие. Туда входит много-много отделов под купюры. Монетницы уже широкие. То есть, если в маленьких, они идут маленькие, кармашечки есть, которые под змеечкой. Здесь объемно на широкую мужскую руку. Скрытые карманы и под документы. Многие складывают сюда удостоверения и техпаспорта. Есть отделы под дисконтные карты, под банковские карты. Для того, чтобы купюры сохранили свой первозданный вид их руд, их лучше всего хранить в купюрнице или портмоне. Их размеры куда больше обычных кошельков, но и вид у них представительный. Сейчас очень модно мужчины носят купюрницы. Допустим, кошелек у вас уже есть. Отличным дополнением к нему могут стать специальные портмоне под визитки, либо автомобильные документы. Можно подарить мужчине отдельно документницу, если для них нет отдельных карманов. Для тех, кто может потерять отдельные документницы, файлочки вставлены. Есть отдел для страховок. То есть большие-большие бумажечки вы можете вложить в отдельный кармашек. Есть для мужчин подарок настольный, визитница, исполнение хорошей кожи. И ключницы, в которых есть отделы под деньги. И фурнитура под ключи, два в одно, небольшое. И совсем маленький для школьников, грубо говоря, тоже мужчин. При выборе кошелька стоит обратить внимание и на материал, из которого он сделан. Кожаные изделия прослужат дольше, но и стоят они на порядок выше. Каждый кошелек состоит из разного материала. Есть материал кожзам. Как мы называем по-новому, это эко-кожа. В нем есть материал лен или хлопок. Его заливают полиуретаном. Он очень мягкий, выполняет функции кошелька очень удобно. Не лопается на морозе. И в принципе не отличается от кожи. Но цена в два раза меньше, чем кожа. Есть кожаные, они очень мягкие. Они должны быть пропитаны защитой от влаги, от царапин. Потому что кожа подвергается этим дефектам. При выборе кошелька учитывайте, какой у вас характер, привычки, что вам удобнее, какую одежду чаще носите. Это могут быть классические костюмы и мужские пальто. А могут быть джинсы и кроссовки. Поэтому и условия эксплуатации мужского кошелька будут совсем различны. И это тоже необходимо учесть. Если для молодого человека, то лучше брать небольшой кошелек, который поместится в кармашечек. Положил, удобно побежал, то есть он не мешает. Если уже там студент, школьник, ему можно положить портфель в сумку, можно взять средний размер кошелька. Ну, если деловой мужчина, конечно, уже большие, они идут купюрницами большими вот такими. Или большой кошелечек, который он сложит все. Есть даже кошельки, где ручка, входит там маленький блокнот из очень объемных кошельки, которые для деловых мужчин. Следует помнить, что мужской кошелек или портмоне должны иметь изысканный внешний вид и при этом должны смотреться добротно и быть практичными. Если учесть все эти советы, то ваш кошелек станет вашим незаменимым и надежным спутником, который прослужит вам долгие годы. Уважаемые телезрители, в утреннем эфире наступило время самой интригующей и завораживающей рубрики. Это розыгрыш призов. Для начала мы поздравим победителя, которому мы уже позвонили с прошлой недели. Ну, а сегодня, прямо сейчас, выбираем нового. И что у нас разыгрывается? Сегодня у нас разыгрывается подарочный сертификат на сумму 50 рублей от кофейни «Арабика». Данный сертификат дает право на приобретение напитков в любой из кофеин «Арабика», которые находятся в магазине «Тимп» и на улице «Юность». В принципе, ее найти не тяжело. Так что все кофеманы, друзья, чтобы получить этот сертификат, правильно нужно ответить на... Один вопрос, который вы сейчас услышите. Да. Сколько часов в день можно слушать музыку в наушниках? Ответы присылайте к нам на почту утрособака.пгтрк.ру И, может быть, именно вас согреет утром линящий аромат в гофе. Чай там тоже есть, если кто-то заходил. Да? Вот так вот мы бодро, солнечно и информативно встретили вторник. Мы надеемся, вы заряжены, полны решимости сделать сегодня что-то хорошее. Ну, а мы свое отработали, отговорили и будем отдыхать. С вами были «Солнечные зайчики» утреннего эфира Денис Кириллов. И Елизавета Терещенко. Доброго дня тебе, Республика! Редактор субтитров А.Семкин